И всем привет, ребята! Вот и наша новая серия по Метро-Рояль. Ну что, этот день настал, и нас наконец-то на канале 100 тысяч человек. За что вам просто отдельное каждому огромное спасибо. И надеюсь, что на этом моменте мы не будем с вами останавливаться и будем двигаться только дальше и дальше. И возможно в будущем, если все хорошо служится, появятся и новые форматы, и личико мое засветится, да и в принципе прямые трансляции я как бы тоже уже рассматриваю. Но заранее хочу перед вами извиниться за то, что немного голос поменялся. Дело все потому, что я наконец-то осмелился делать себе зубки. И поэтому сейчас немного буду шепелявить. Но я думаю, вы войдете в мое положение. Ну а вам и желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и конечно же, не забываем про подписку на канал, ведь нас с каждым днем все больше и больше, что просто ну не можешь не радовать. Ну а мы начинаем, погнали! Опачки! А вот сразу и первый паренечек. Готов. Не, ну неплохо. Так-то мне нравится. Буквально одна тычка, и все, и парень отъехал. Хотя лично я, когда появляюсь на этом же респе, то стараюсь в первую же очередь сразу свалить как-нибудь в другую сторону. Ну потому что это реально глупо. Тут практически не выжить. Ну все. Теперь тогда осталось чекнуть других пареньков, которые сто процентов, но сюда должны подойти. Тут же, блин, столько человек респается. И насколько я помню, минимум пять или шесть. Ну так, если взять образно, весь этот клочок земли. Серьезно. Прям в упоре. Эм. Ладно, тогда немного обойдем. И что вот он там бегает? У него же реально преимущество было. Он мог спокойно меня разобрать, еще пока я бежал там. Нет. Очень странный парень. Блин, я бы под конец сезона намного эффективнее играл. Ну в плане рашить, не рашить. И хоть как-то бы пытался задавить своих врагов. Но нет. Этот решил просто свалить. Оп. Готов. Он тип, наверное, думал, что если травка такая желтая, то я его не замечу. Но не тут-то было. Меня столько раз уже из этой травы убивали, что мне кажется, я скоро по пикселям буду распознавать, где есть человек, где его нету. А еще мне прям интересно, а с соседних циспов сюда придет кто-нибудь или же нет? По идее, там так-то тоже люди должны зареспаться. Так вот почему-то сюда никто из них не идет. И там тоже нет никого. Типа они вообще другим маршрутом что ли свалили отсюда? Эм. Ладно. Понял. Беру свои слова обратно. Готов. И причем он, по-моему, там тоже кого-то убил. Если я не ошибаюсь, он закрыл парня за деревом и теперь сам побежал его лутать. То есть как бы технически сейчас возможно даже два трупика будет. А может и не два. Может быть это просто был бот. Ну да. Он все водишь, закрыл бота. И кстати на этом же моменте и спалился. Не, ну ладно тогда. Хотя бы немного бустов и патронов. Ну же тончик автоматом идет тоже всей. Ну а так все. Теперь-то я думаю можно уже и дальше двигаться. Погнали. Че-то как-то пустовато даже. У меня такое ощущение, что мы немножечко но сюда запоздали. И самое интересное уже тут закончилось. Блин, ну ладно тогда. Значит просто чекнем бойсика. Может быть хотя бы он живой стоит. Мало ли его еще до сих пор никто не забрал. Ну да. И еще и даже снайпера нету. Эм. Серьезно? Ладно. Понял. А куда это он у нас побежал? Он же еще и фуловый шестой был. Эм. И под столочком в этот момент где-то разрывается. Нормальненько. Походу все-таки я во время подошел сюда. Блин, хоть бы с этого парня что-то выпало. Он же не просто так сваливал. Он это даже делал без оружия в руках. А я точно помню, что такой перк есть. Что когда ты оружие кидаешь за спину, персонаж на сколько-то процентов двигается пошустрее. Ну все тогда. Теперь можно спокойненько его чекнуть и пытаться понять куда еще у нас разорвалась подстволка. Она же прям тоже где-то с рожка упала. И еще и красный. Ну а конец-то хотя бы под конец сезона будет нормальный лутецкий. Плюс броник. Нормальненько. И причем я как понимаю, он этот броник скорее всего с кого-то выбил и просто тащил на выход, чтобы засейвить. Но не тут-то было. Он не учел того, что здесь могут тебя убить вообще хоть откуда и хоть с какого расстояния. О, вот так даже понадежнее будет. А то мало ли еще кто-нибудь закроет меня. Эм. Серьезно? Тут еще какой-то парень на босике сидит. Ага. И причем еще и босса нету. Ладно. Понял. Тогда, значит, как-то будем пытаться забрать его. А не, босик-то на месте, по-моему. И как вот теперь заходить к нему? Он же по-любому мои шаги прям очень хорошо слышит. И скорее всего будет ждать меня. О. А босс-то еще походу на моей стороне. Только я понять не могу, зачем он туда-сюда носится. Он просто с одной стороны в другую гоняет и все. Хотя знает, что я-то здесь. А, даже так. Он тут еще и кого-то закрыть успел. Не, ну в нем-то по-любому значит, что хоть что-то должно быть ценное. Эм. Он решил босса багануть. То есть ему как бы пофигу, что я прям в упоре под ним бегал. Капец. Очень странные игроки иногда попадаются. Вот что он этим хочет добиться. А. Ну да. Почему бы еще и босса не позакрывать? Когда ты сто процентов знаешь, что рядом с тобой кто-то находится. Он типа собрал его. Раз он вот так в открытую подошел. Ладно. О, еще и задамажило. Не, ну все. Вот это по-любому мой шанс. Если не сейчас, то вообще никогда. Так вот найти бы его еще. Куда он тут смылся? Эм. Ладно. Это немного мим полетело. А это вот по-любому задамажило его. А он даже так украин. Готов. Не, все-таки игроки с двумя подстволками, это не самые, скажем так, добросовестные люди. Вот если бы он первый попал в меня, то вот второй, я бы по-любому здесь же и откис. Но, видимо, паренечек тоже нехило так растерялся. О, плюс пятый броник. Причем, я так понимаю, он только что его же с босса и достал. Не, ну все. Тогда теперь можно быстренько чекнуть магазин и куда-нибудь в сторону радиации прогуляться. Все равно уже, грубо говоря, почти половина боя прошла. Поэтому погнали. Только вот в радиации у нас, оказывается, уже кто-то есть. Капец, я временами вообще логику игроков не понимаю. То есть, пока идет сезон, сюда никто не ходит. Когда остается пару дней до конца сезона, все. Тут сто процентов кто-то будет. Эм, он типа там решил стражей собрать? Ладно. Тогда немного подождем. В принципе, я вообще никуда не тороплюсь. Так вот почему-то я его даже в окошко не вижу. Хотя, по идее, он должен был спалиться. Ну, либо, как вариант, он нагрел на себя целую кучу собак и пытается сейчас с ними разобраться. Да сколько можно-то? Он там по кому столько наяривает? А, типа все что ли? Всех зачистил? Ну все. Значит, сейчас два варианта. Либо он будет дальше лутать библиотеку, если она не залутанная. Ну, либо же пойдет на другую сторону. Одно из двух. Осталось только подождать. Я так понимаю, он решил... А, нет. Он решил пойти на другую сторону. Не, ну все. Вот это он точно зря сейчас сделал. Готов. И еще и полная фуловая шестерка. Блин, вот сейчас по-любому что-нибудь да должно с него высыпаться. Он же всю радиацию тут залутал почти. Ему осталось только одну сторону. И еще и красный. Хотя тут может быть просто слитки золота выпустить. Эм. Ладно. Понял. Значит, пора немного освобождать местечко. Парень вообще походу весь рассыпался. Я не знаю, с кого-то он этот лут получил или же нет. Но походу дела, он явно сейчас стоит голый в лобе. Эм. А хотя на броне-то нету у нас ничего. Походу дела, она просто у него в инвентаре валялась. Но все равно. А на одинфиг ее никуда не вынес. Ну все. Как раз теперь можно убить всего лишь две собачки. И полностью залутать еще одну сторону. Хотя с него и так нифига не мало выпало. Нет. Надеюсь, что в следующем сезоне такие каточки тоже будут. Где вот так прям все по маслу идет. Готово. Ну все. Теперь даже стрелять ни по кому не придется. Хотя может быть... Этот-то откуда тут взялся? Вы прикалываетесь? Я, конечно, все понимаю. Но, блин, до конца боя уже меньше половины времени. И на тебе. Я закрываю одного парня и тут же прибегает второй. Который точно так же и отъезжает. Вот теперь точно на выход. Даже прям сюда флайер себе вызову. И отсюда улечу. Если бы сейчас места хватило, чтобы их всех залутать. Ну все. Получается последний ящик. А там уже можно будет второго парнишку утонуть. И просто дожидаться, пока за мной прилетит мой вертолет. И это будет последняя серия восьмого сезона Метро. Ведь уже завтра в пять утра по Москве добавят новую главу. Которая, я думаю, станет еще более крутая, чем эта. Ведь как минимум, опять пофиксит некоторые ошибки и добавит новую пушку. Чего, мне кажется, многие очень сильно ждали. И еще одна шестая броня. Блин, вот куда они мне нужны под самый конец сезона? Просто бегать, раскидывать их или взять все продать, как обычно? Блин, я не знаю. Надеюсь, что в начале следующего будет сыпать ничуть не хуже. Ну а так все. Дожидаемся вертолетика и сваливаем уже отсюда. Погнали. Ну что, ребят. До его прилета остаются уже буквально прям считанные секунды. И это означает лишь одно. Что, к сожалению, на данной серии на этом моменте и будет заканчиваться. Поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписку на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Пока.